Сегодня я мысленно погружаюсь в далёкое прошлое, в далёкий и тревожный 1969 год, когда юный Гена Хазанов поступает в эстрадно-цирковое училище. В тот год исполнилось ровно 10 лет со дня моей первой поездки в Америку, где я впервые познакомился с Мэрилин Монро, удивительной актрисой с трагической судьбой, которая, кстати говоря, понятия не имела о Хазанове, и это очень помогало ей в работе. Настоящее имя и фамилия Мэрилин Монро — Норма Бейкер. Но она не могла быть нормой. Она вообще не укладывалась ни в какие нормы. Эта маленькая женщина с большой грудью не знала усталости. Кинематографические съёмки, записи на телевидении, шоу, запись на радио, я уже не говорю про бурную личную жизнь. В её постели побывали такие знаменитые герои Америки, как бейсболист Демагио, драматург Артур Миллер, президент Соединённых Штатов Джон Фиджер Аль Кеннеди. Она прожигает свою жизнь, как свечу, с двух концов. И концы эти, как правило, принадлежали разным мужчинам. За несколько лет Мэрилин Монро становится сексуальным символом Америки, почти таким же, каким сегодня в России стал я. Но я всё же вновь и вновь возвращаюсь с мыслями к нашему герою. 1974 год. Хазанов завоёвывает звание лауреата на конкурсе артистов эстрады. Я удивительно хорошо помню этот день. Стоял упомбрачительно, изнуляющая жара. Я сидел в Риме. В кафе на Вио Винетте с моим незавидным другом, гениальным Федерико Феллини, и его спутницей и женой Джульеттой Мазиной. Мы болтали с переводчиком по-итальянски. И я вдруг спросил великого мэтра, знает ли он Казанова. «Казанова?» Переспросил великий мэтр. «Казанова! Гад, сы мой друг, ты подсказал мне гениальную идею. Я буду снимать фильм под таким названием. И роль Казановой будешь играть ты. У тебя удивительно мужественное лицо». К сожалению, я вынужден был отказаться. К тому времени у меня уже был подписан контракт с Радом Американских Университетов на цикл лекций о культуре для студентов с дефектами речи. «Роль Казанова сыграл менее популярный, чем я, артист некий Сазерленд. Передо мной во весь рост встает год 1978-й, когда Казанов выпускает на этой сцене свой сольный спектакль. Я помню день премьеры. В тот день в Париже, в театре Анны Барсака, давали премьеру по пьесе моего друга Эдварда Оуби, которую он посвятил мне и назвал ее «Кто боится Виталия...» «Вирджинии Вульф». Успех был ошеломительный. Холодные парижане, увидев меня в зале, буквально обезумели от счастья. После спектакля мы стояли с Эдвардом Оуби на пляс де опера. Мимо нас проходили французы с удивительно тонкими интеллигентными лицами. Сруился незабываемый парижский воздух. Свели парижские каштаны. Я вдруг подумал, а ведь у Казанова никогда не может быть такого интеллигентного, изящного лица, даже если он сделает три пластических операции. Только, ради бога, не подумайте, что у меня с ним какие-то недоразумения. Я очень нежно отношусь к этому артисту. Сейчас мы стояли с ним в фоэте, в театре и с рады, и беседовали о Славе. О Славе Ростроповича. Славе Зайцеве. Которые, слава богу, пришли на смену Славе КПСС. Мимо нас проходили изумленные зрители, и в их глазах я читал один. Немой вопрос. С кем это сегодня беседует Виталий Вульф? Я должен удовлетворить ваше любопытство. Мне нечего скрывать от вас, мой сегодняшний собеседник, свежий кавалер Ордена Дружбы, народный артист России Геннадий Хазанов. Слава Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ